Несоответствие цены и качества глава региона поручил усилить контроль за деятельностью управляющих компаний. В состав действующего созыва окружного собрания вошел новый депутат. Удостоверение народному избраннику выручил накануне председатель избиркома Георгий Попов. Есть над чем поработать. В региональном исполкоме ОНФ обсудили меры социальной поддержки оленеводов. Где живет загадка? Ответ на этот вопрос узнают посетители одноименной интерактивной выставки, которая приехала в наш регион из Карелии. Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Нижалова. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин утвердил перечень из 10 участков недр, предлагаемых для геологического изучения за счет средств недропользователей в 2018 году. Информация об этом размещена на официальном сайте федерального ведомства. Перечень включает 7 участков, содержащих прогнозные ресурсы углеводородного сырья, 3 с твердыми полезными ископаемыми. В частности, перечень содержит 7 объектов с прогнозными ресурсами нефти в Ненецком округе. Это Верхненовоборский, Лимбейский, Североновоборский, Табьякский, Черновский, Серноюзский и Ямбатысский. Окончание срока приема заявок 27 июля 2018 года. Обеспечить максимальный контроль за деятельностью управляющих компаний. Такую задачу перед своим заместителем Сергеем Боенко поставил глава региона Александр Цибульский, отметив, что речь не идет о применении искусственных административных мер. В настоящий момент количество управляющих компаний в городе избыточно, а качество предоставляемых услуг и цены на них не соответствуют друг другу. В Нарьинмаре на 20 тысяч населения два десятка управляющих компаний. Казалось бы, это должно привести к жесткой конкуренции и снижению цен за коммунальные услуги. Однако вместо этого халатности, порой элементарная безответственность. Я как губернатор вам во многом говорю, как пользователь этих услуг, меня это крайне устраивает. Это стоит дорого, а качество очень низкое. Поэтому здесь я прошу продолжить работу по повышению качества оказывания услуг. Если компании не справляются, то здесь надо принимать меры. С начала текущего года в госстройжилнадзор Нейнского округа от граждан поступило более 150 обращений, каждый из которых отрабатывается, отметил вице-губернатор Сергей Боенко. Вместе с этим ведется активная работа по настройке прямого диалога между жильцами и управляющими компаниями. Практика такая на сегодня уже есть, что вот у нас за последние там 2-3 месяца 13 обращений, которые были, жители сами их отозвали, потому что управляющая компания решила их до вмешательства инспекции. На самом деле очень важно до людей доносить, что в этих взаимоотношениях первая точка входа, куда они должны заходить со своими проблемами, это есть управляющая компания. Управляющая компания это работник, которого они нанимают за свои деньги. И это очень важно, чтобы люди это понимали, что за это отвечает ни мэр города, ни госжилы инспекции, а за качество услуг отвечает управляющая компания, работодателем которой является каждый житель этого дома. И они вправе требовать 100% выполнения этих услуг. По-прежнему серьезной проблемой остается задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями. На начало мая эта цифра составляла свыше 249 миллионов рублей. Мы работаем по всем направлениям, чтобы ситуацию в остальном случае выправить. Потому что, наверное, по одной-двум компаниям не идет на сегодня речь о моментальном погашении, чтобы хотя бы это остались суммы за вычетом средств, которые жильцы платят. Работа эта должна быть продолжена, отметил глава региона, чтобы в дальнейшем долги управляющих компаний не легли бременем на региональный бюджет. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В собрании депутатов Нинецкого округа завершена работа по законопроекту о перераспределении полномочий, переданных на региональный уровень в соответствии с 95-м окружным законом. Участники обсудили полномочия в сфере культуры, ЖКХ, дорожной деятельности и содержания автомобильных дорог местного значения, поддержки социально ориентированных НКО, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, распоряжения земельными участками. В вопросе передачи полномочий в сфере ЖКХ предусматривается отмена переходного периода и самостоятельное исполнение органами местного самоуправления данных полномочий. Однако пока не решена дальнейшая судьба объектов ЖКХ, оставшихся в поселке искателей, при передаче по жилком сервису собственности округа. Полномочия органов МСУ городского округа по содержанию всех автомобильных дорог местного значения в границах города было решено передать на региональный уровень. Представители департамента строительства пояснили, что готовы принять данные полномочия, но попросили перенести исполнение с 1 января 2020 года. Депутаты поддержали представителей Заполярного района в вопросе исполнения полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений в части их проектирования и строительства. Было решено передать данные полномочия для исполнения органам государственной власти НАУ. Также на региональном уровне предложено оставить полномочия Заполярного района по оказанию поддержки социально ориентированным НКО. Окружная избирательная комиссия зарегистрировала депутатам окружного собрания 27-го созыва Николая Безумова. Депутатское удостоверение народному избраннику вручил накануне председатель избиркома Георгий Попов. На очередной сессии окружного собрания 23 мая депутаты лишили своего коллегу Максима Малышева депутатского мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Малышев был выдвинут политической партией гражданская сила и избран депутатом окружного собрания в сентябре 2014 года. Вторым по списку избирательного объединения зарегистрирован Николай Безумов, который и получил вакантное депутатское место. В школах округа начинаются работы по подготовке к новому учебному году. На проведение ремонтных работы с окружного бюджета направлено более 47 миллионов рублей. В летний период помимо школ к новому учебному году готовят детские сады, учреждения профессионального и дополнительного образования. На капитальные текущие ремонты в учреждениях образовательной сферы предусмотрено почти 120 миллионов рублей. Также финансирование подготовительных мероприятий осуществляется в рамках текущей деятельности. Капитальный ремонт внутренней системы теплоснабжения будет проведен в здании школы номер 2. В школе имени Пырерки будет отремонтировано отопление. Для городской школы номер 5 будет разработан проект на капремонт системы электроснабжения и системы пожарной сигнализации. Кроме того, в течение лета будут заменены входные и межэтажные двери, а также пожарные шкафы. В школе номер 4 отремонтируют покрытие спортивного зала, а также частично заменят кровлю. В искательской школе проведут косметический ремонт. В рамках подготовки организации к началу нового учебного года утвержден график их приемки и состав межведомственной комиссии. Детские сады начинают проверять с июля школы в августе. Подведены итоги конкурса грантов для семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Все 14 организаций, подавших заявки, получат грантовую поддержку. Из окружного бюджета на эти цели выделено 3 миллиона рублей. Минимальный размер гранта составил 44 тысяч рублей, максимальный 300 тысяч. На средства окружного бюджета грантополучатели планируют приобрести материалы для ремонта кочевого жилья, лодочные моторы, рыболовные снасти, снегоходы, электрогенераторы и средства связи, сообщает профильный департамент. Финансирование конкурса производится в рамках госпрограммы сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком округе. Всего, по данным окружного департамента, по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям, в НАУ зарегистрировано 19 семейных родовых общин КМНС. Меры соцподдержки для оленеводов обсудили в региональном отделении ОНФ. Встреча прошла с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса и Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты. Рабочая встреча началась с обсуждения мер соцподдержки тружеников тундры. Оленеводам, чьи дети не посещают детский сад, выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в размере 6 тысяч рублей. По словам Сергея Свиридова, получателями этой выплаты на 76 детей являются 52 родителя. Для пенсионеров предусмотрена ежегодная единовременная выплата в размере 4 тысяч рублей. Ее получают 224 человека. Помимо поддержки можно граждан разделить на три категории. Это непосредственно кто занят оленеводой, чумоработница, которая в оленеводческих хозяйствах работает, пенсионеры, которые трудились и вышли и молодые люди, которые получают образование. Что касается лиц, которые заняты в оленеводстве, у нас есть ежемесячная выплата, которая установлена в размере 2 тысячи рублей. Ее получают на ваш вопрос 902 человека на сегодняшний день. Бесплатное предоставление средств гигиены при рождении новорожденных детей, это именно только данная категория лиц получает 25 человек, в среднем погоду получает. Бесплатные аптечки в среднем погоду получают 222 человека. Еще один вопрос, озвученный на встрече. Недостаточная информированность данной категории граждан, в том числе и кочующих оленеводах о мерах социальной поддержки. То, что неинформировано население, я, наверное, не совсем соглашусь. Значит, если на сегодняшний день 902 человека подали заявление на едновременную социальную выплату, они, наверное, имели возможность ознакомиться и социальными услугами. То есть, мы, как по сути, вместе со соцзащитой направляем обычно информационные бюллетени. Направляем раньше, да, и сейчас тоже в любое время готовы, в том числе на день и время отправлять эти информационные материалы. То есть, эта информация, она доводится. Большое взаимодействие осуществляется, в том числе, с государственными образованиями. Значит, и ранее, когда я работал в оригинальной политике, значит, регулярно эта информация, да, вы делаете социальные услуги, я знаю, что это делает тоже в регулярном порядке. А вот, то есть, информированность населения есть. Если говорить о том, что вот много, да, там, обращений и так далее, я бы хотел попросить на будущее, да, то есть, конкретизировать эти вещи. Обсуждали на встрече и медицинские аптечки для оленеводов. По словам Матвея Чупрова, состав содержимого необходимо пересмотреть. Также на повестке дня остро стоял вопрос об индексации социальных выплат. Вот оленеводство, когда был утвержден в программу, было принято решение, что выплаты социальные, которые получают оленеводы ежемесячные, они должны быть проиндексированы. Мы считаем, что это очень правильно, потому что на сегодняшний день оленеводы лишены массы тех плат, которые получают жители города и других сельских населенных пунктов, в том числе, как бы, и это для них, в принципе, единственная социальная поддержка, которая в тех тяжелых условиях, в которых находится хозяйство, и не нужно переводить с легче на хозяйство, потому что они, ну, многие находятся в трудном положении, действительно, как бы, у них нет возможности выплачивать заработные платы, этим должны заниматься другие, как бы, органы, но это их объективная ситуация. Если бы были больше дотаций, условно говоря, там еще что-то, у них других-то вариантов нет, они деньги с воздуха не возьмут, они их не заработают. Есть люди, которые как бы качуют, и для многих, на самом деле, эти деньги, которые они получают ежемесячно, 2000 рублей, это, по сути дела, единственные деньги, на которые они отправляют детей в школу, покупают себе одежду. В свою очередь, Сергей Свиридов заверил, что до конца месяца департамент представит на рассмотрение губернатора предложение по решению данного вопроса. Хоккей летом. Казалось бы, несовместимые друг с другом понятия, но проведение соревнований в этот период – достаточно обыденное явление. Вот и в Наринмаре сейчас все еще активно используют ледовую арену. Дело в том, что в школе труд работает традиционный летний хоккейный лагерь, и таким образом любителям игры с шайбой продлили спортивный сезон. Хоть это и летний лагерь, но тренировочный процесс здесь такой же серьезный, как и во время учебных занятий. Целый комплекс упражнений, направленных на отработку техник владения шайбой, катания, бросков и передач, а также на развитие выносливости и координации. Такая насыщенная тренировка длится полтора часа и проводится каждый день, кроме выходных. Всего в летнем хоккейном лагере занимаются 25 ребят. Это спортсмены двух возрастных групп – младшей 2007-2008 годов рождения и старшей 2003-2004. Все они уже являются участниками выездных соревнований, в том числе престижного всероссийского турнира «Золотая шайба». Одна из главных задач спортивного лагеря – как раз-таки полноценная подготовка хоккеистов к важным статусным состязаниям. Больше всего все-таки что нравится? Именно отрабатывать финты и элементы какие-то или уже именно двухсторонку участвовать в игре самой? Ну, больше, скорее всего, нравится отрабатывать, потому что, ну, ты отрабатываешь всю технику, как бы стараешься нас с собой, чтобы показать себя, когда мы летаем на соревнованиях. Страха нет никогда никакого, да, то, что шайба может попасть, вообще то, что соперник может встретить, да, жестко? Да нет, нету, потому что мы же защитка, ничего боятся. Наша задача – заинтересовать детей, чтобы они в дальнейшем играли в хоккей. Ну, хоккей – такой интересный вид спорта. И не каждому дано играть в хоккей, а кто приходит, те ребята в основном на 99% у нас остаются, так как им нравится этот вид спорта. Ярославу Шамилайтюсу 14 лет, 8 из которых он занимается хоккеем. Признается, в первую очередь нравится жесткость и бескомпромиссность этого вида спорта. Его главный ориентир – нападающий питерского СКА Никита Гусев. Некоторые ценные навыки Ярослав приобрел, наблюдая именно за игрой известного российского хоккеиста. Чем тебе конкретно его игра нравится, да, может быть? Его гадание, его техничность, он хорошо бросает точно. Какие-то уже элементы повторял, может быть, за Никита Финтыева? У него очень гибкий. И когда он катится, у него спина сильно прогибается. Ну, наклон хороший. Вот я стараюсь так же кататься. Впрочем, одним лишь хоккеем занятия в летнем лагере не ограничиваются. Для полноценного спортивного развития раз в неделю ребята посещают бассейн. И это далеко не все. Также мы выезжаем в спортзал в район Факева, где мы играем в футбол, в спортивные игры, в футбол. Очень понравился ребятам, когда мы были в Сириусе на смене. Часто играли в футбол на специальных площадках. Приобрели за это время себе клюшки, спортинвентарь, подходящий для игры в футбол. И также выезжаем, играем в футбол, баскетбол, волейбол, футбол. Работа летнего хоккейного лагеря продлится до 30 июня. Затем ребята два месяца будут отдыхать от любимого вида спорта. Но осенью вернутся на родной лед и приступят к тренировкам уже в рамках нового сезона. Иван Кутеников, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Для каких целей в быту использовали верхушку ели, кто такой баяник и как выглядят сусеки? Ответы на эти вопросы юные жители округа могут узнать на интерактивной выставке музея-заповедника Кижи, экспонаты которой представлены в Нениском краеведческом музее. Посетители смогут отправиться в путешествие, полное приключений и загадок. Побывают в карельской деревне, погостят в крестьянской избе, покатаются на лодке, порыбачат на берегу озера и совершат прогулку по лесу. Одно из первых совершило путешествие в мир крестьянской жизни, хозяйство и природы, наша съемочная группа. Хозяйка выставки Марья Петровна проводит для ребят экскурсию по карельской деревне. Давайте посмотрим, кто же живет в нашей горнице. Вот там живет. Посмотрите, вот они живут. Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте. А по-карельски как? А по-карельски? В крестьянской избе ребят встречают старинными загадками, которые очень популярны на территории Карелии. Подсказки находятся повсюду. Главное – вовремя проявить смекалку. Бычок рогат, в руках зажат. Еду хватает, а сам голодать. Что это? Что в чугу хватает? Это у вас. Загадки здесь не только исходят из уст работников музея, но и буквально витают в воздухе. Необычные предметы быта крестьян заставляют задуматься и пофантазировать о предназначении тех или иных вещей. Здесь представлен такой очень интересный предмет. Мы спрашиваем, что это такое. Никто часто не может ответить, особенно от больших городов, дети. На самом деле это предок современной… Венчика, да? Да, ну венчика или теперь уже миксера, уже усовершенствована. Называется мутовка. Сделана она из верхушки ели. Обычно делал ее мужчина, шел в лес для своей женщины, видел верхушку красивую, да, так как мы знаем, что елка растет веточками вверх, то, соответственно, брал понравившуюся ему елочку, шкуривал ее и приносил домой. Экспонаты выставки раскроют секреты традиций и жизни крестьян. К примеру, почему бани строили непременно на воде, кто следил за порядком в бане и как нагревали воду в деревянных кадушках. Байник здесь рассказывает о своих традициях, как нужно мыться в бане, да, когда нужно ходить, какой гостиницей оставить ему, чтобы в следующий раз обязательно вернуться. Ну и здесь мы с детьми разбираем, что же такое баня, какие элементы в ней присутствуют, из чего делаются эти предметы. Это тоже очень важно. Большинство экспонатов можно не только посмотреть, но и потрогать руками, когда еще предоставится возможность почувствовать себя местным карельским рыбаком. Можно забраться в лодку, да, взять весло, можно попробовать себя в роли рыбака, в натуральную, да, скажем так, величину, попробовав с помощью удочки, да, половить рыбу. Порыбачить на берегу озера, заглянуть в сусек и побывать в лесу – такая возможность у посетителей Ненецкого краеведческого музея появилась впервые, благодаря сотрудничеству с музеем-заповедником Кижа. Она была создана в 2015 году, работала несколько месяцев на базе нашего выставочного зала в городе Петрозаводске, а теперь уже более трех лет она путешествует по России, в основном это Север, Мурманская область, вот теперь еще Ненецкий округ, и по Карелии, по нашим городам, районам. На основе нематериального наследия решили рассказать и показать современному поколению, насколько были мудрыми наши предки, насколько были наблюдательными с фантазией, с чувством юмора. Выставка «Где живет загадка» будет работать в Ненецком краеведческом музее до 28 июля. Совершить путешествие в мир уникальных загадочных экспонатов могут как организованные группы, так и родители с детьми. Ирина Ежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.